Глава пятнадцатая. Йога высшего существа. Господь сказал, с корнями вверх и ветвями вниз. Это дерево Ашватха считается нескончаемым. Знания подобны его листьям. Познавший это, постиг мудрость вет. Комментарий. Человеческий мозг, обитель ума, проявление нерушимого безмерного времени, располагается в голове и является корнем этого подобного древу тела. Простирающийся вниз сушумно его ствол, окружающий сушумно нервы его ветви, посредством которых ум приобретает опыт. На этих ветвях распускаются листья желаний. Это подобное древу воплощения является лучшим творением непроявленного времени. Оно служит пристанищем ума, заботливо вынашивая внутри него безграничное нерушимое сознание времени. По этой причине обычные люди воспринимают свое бренное тело так, словно оно вечное. Лишь тот великий человек, который практикой йоги пробудил свое безграничное сознание во всей его полноте, познав это физическое воплощение, считается мудрецом. На ветвях его, питаемых гунами и простирающихся вверх и вниз, набухают бутоны страсти. Корни, что связывают с действиями, проникают в мир смертных. Древо человеческого тела, подверженное влиянию трех гун, или же, другими словами, питаемое этими тремя гунами, имеет подобные нервам ветви, на которых распускаются бутоны вожделения и почки привязанности. Эти нервы простираются вниз от ума ко всем органам и обратно от органов к уму. Они тянутся вверх, вниз и во всех направлениях в этом теле. Те самые ветви являются причиной заточения обычного человека внутри тела и его связанности узами кармы. Эта его форма здесь непостижима, ведь нет у нее ни начала, ни конца, ни основания. Острым мечом отрешенности, срубив это глубоко пустившее корни древа. Комментарий. Люди, обладающие ограниченным сознанием, не выходят за пределы желаний и привязанности листьев, растущих на этом подобном древу теле. Ввиду этой ограниченности они не могут получить и проблеска безграничного спящего сознания своего ума, которое проявляется при помощи тела. Несмотря на то, что их сознание ограничено этим телом, такие люди не знают ни начала, ни конца своих физических границ. Великие мудрецы, под воздействием саттва-гуны, способны уловить проблеск, заключенный в их теле бесконечности. Поэтому, получив наставление в этой древней науке йоги от осознавшего брахман великого гуру, они решительно придерживаются практики для пробуждения своего ума. Вскоре эти люди начинают познавать истинную природу бесконечного времени, что проявляет ум, поднимаясь над физическими ограничениями и этим пробуждая свое сознание во всей его полноте. Следует искать путь, ведущий туда, откуда нет возврата, приняв прибежище у того высшего пуруши, что дал начало этой древней практике. Комментарий Великие люди, выходящие за пределы физических ограничений, способны пробудить свое дремлющее сознание ради познания истинной природы, света всякого света, безграничного и нерушимого времени, проявляющего все мироздание. Те из них, кто сумел сосредоточить свое пробужденное сознание на истине времени, становятся осознающими время. Таким образом, они познают истинную природу времени и достигают единства с ним. Они более не обязаны заключать себя в узо физического тела. Кто освободился от гордыни, иллюзии и греха привязанности, кто всегда пребывает в одухотворенном состоянии, кто отрешился от вожделения и двойственностей, подобных удовольствию и страданию, такой мудрец достигает того неизменного положения. Комментарий Великие люди, познавшие безграничность своего ума, превосходя физические ограничения через изучение взаимосвязи тела и ума, поднимаются над привязанностью к телу и освобождаются от всех своих желаний. Такие мудрецы действительно осознают относительность счастья и горя. В них, уже пробудивших свое спящее сознание, нет места невежеству. Эти великие йоги достигают единства со временем, сосредотачивая на нем все свое пробужденное практикой йоги сознание. Ни солнце, ни луна, ни огонь не способны осветить ту мою высшую обитель. Достигшие ее более никогда не возвращаются. Комментарий Преданные йоги-садхаки посредством своей интенсивной практики непосредственно воспринимают невыносимо сияющее, ужасающее безмерное время, свет всякого света, которое лишь малой своей частицей наделяет сиянием и солнце, и луну. Достигая единства с ним, такие йоги никогда более не заключаются в физические пределы. Эта моя вечная частица посредством воплощения в мире смертных притягивает к себе ум и пять чувств, пребывающих в Пракрите. Комментарий Тело заключает в себе безграничный ум, лучшее проявление той непроявленной бесконечной высшей истины – времени. Тот безграничный ум, обладающий вечным сознанием и стремящийся познать себя во всей полноте посредством сознательного ума и органов чувств, с этой целью ограничивает себя физическими пределами. Когда владыка тела превосходит ограничение тела, воспользовавшись его возможностями, он уносит с собой чувство и ум, подобно тому, как воздух уносит аромат от его источника. Комментарий Подобно тому, как восприятие запаха возможно лишь благодаря воздуху, а присутствие запаха доказывает наличие воздуха, также и безграничность ума ощущается посредством ограниченного тела, через сознательный ум, чувство и разум. Ограничения же тела постигаются пробуждением спящего сознания ума во всей его полноте. Используя уши, глаза, кожу, нос, язык и ум, он наслаждается объектами чувств. Комментарий Беспредельный ум, также названный древними мудрецами Атманом, воспринимает звук, зрительный образ, прикосновения, вкус, запах и все связаны с этими ощущениями переживания посредством сознательного ума и органов пяти чувств. Очарованные гунами глупцы не могут видеть его, ни пребывающим в теле и наслаждающимся объектами чувств, ни покидающим это тело. Видят его лишь обладающие глазами мудрости. Комментарий Лишь великие люди, поднявшиеся над физическими ограничениями и утвердившиеся в сознании пустоты, пробудив все свое спящее сознание, могут постичь запредельную телу безмерность собственного ума, суть его ограниченности физическими пределами, а также его истинную природу. Посредством тела они способны постичь объекты чувств и влияние трехугун. Примирившиеся с собой и расположенные к себе йоги могут видеть его. Неразумные, не осознающие себя, не могут узреть его, даже попытавшись. Комментарий Великие йоги, пробуждающие практикой йоги спящее сознание своего безграничного ума, самопознанием постигают ту непроявленную вечную истину, которая их проявляет. Обычные же люди, не стремящиеся пробудить спящие способности ума, не способны даже вообразить ту безграничность сознания, присущую их собственному разуму. Знай, сияние солнца, освещающие весь мир, свет луны и пламя огня исходят из меня. Комментарий Великие люди настойчивой практикой йоги утверждаются в самадхи и становятся стхитапраджня. Они в состоянии понять, что то великое время, подобное невыносимому сиянию солнца, само является источником света, солнца, луны и огня, а также творцом всех миров. Именно это великое сияние дает рождение Вселенной. Оно же проявляется в форме золотой ауры, окружающей головы великих осознающих время людей. Воплотившись в Земле, я поддерживаю всех живых существ своей силой. Я наделяю свойствами лекарственной травы, становясь сочной сомой. Комментарий Непроявленная, нерушимая Высшая Истина является основой движения и жизни всех планет и созвездий. Своим великолепием в форме Земли она поддерживает всех существ. Становясь соком всех соков, она наполняет целительной силой все лекарства. Я принимаю форму огня пищеварения в воплощенных и перевариваю четыре вида пищи, соединяясь с праной и апаной. Комментарий Непроявленное время, Васудева, обитает в сердце каждого и при помощи праны и апаны поглощает в виде пищи четыре цели человеческой жизни, названные Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Я пребываю в сердце каждого. Память и мудрость обе растворяются во мне. Я то, что познается через знания. Я творец верховного знания. Я высший знающий. Комментарий Непроявленное вечное время пребывает в сердце каждого в форме Васудевы. Проявляя ум, оно является всем сохраненным в памяти знанием, а также мудростью, освобождающей от двойственности, познающим, познаваемым и результатом познания. Время также является причиной угасания памяти и мудрости с течением времени. Есть только два пуруши в этом мире – бренный и вечный. Все создания бренны, и лишь Кутастха считается вечным. Комментарий Два основных принципа существуют в этом видимом мире. Первый – это тело, поддерживающее безграничное сознание ума, но само по себе ограниченное и потому подверженное разрушению. Второй – Васудева, наделяющий умом это смертное тело и живущий в сердце каждого существа. Вечный и неприходящий, он назван йогами, нерушимым Кутастхой. Но за пределами всех трех миров, пронизывая, поддерживая и наполняя их, пребываю я, Параматма, Высший Пуруша. Комментарий Комментарий Великие осознающие время люди знают, что непроявленное время пребывает вне предстающего бренном видимого мира. Оно также находится и вне сознательной пустоты, наполненной сознанием пустоты. Преданные йоги, ставшие благодаря своей доблестной практике осознающими время, непосредственно созерцали то безграничное воплощение времени и дали ему имя Пурушоттаму. О Бхарата Освободившийся от заблуждения, познавший меня как Высшего Пурушу, такой мудрец всем своим существом поклоняется мне. Комментарий Великие люди, превосходящие физические ограничения интенсивной йогической практикой, пробуждают бесконечное сознание своего ума и, сосредотачивая его на непроявленной истине времени, с его благословения, непосредственно воспринимают само время. Они познают его истинную природу и становятся осознающими время. Такие мудрецы, созерцая его везде и утвердившись в его присутствии, всеми своими действиями лишь поклоняются времени. О Анакха! Я поведал тебе это самое сокровенное знание. Обхарата Постигшие это утверждаются в мудрости, исполнив все, что подлежит свершению. Комментарий Те великие люди, которые доблестной практикой йоги пробудили заключенное в своем теле скрытое сознание спящего ума, созерцают предельно тайное ярчайшее время, проявляющее сознание тела, и познают его истинную суть. Такие осознающие время великие души превосходят все желания и достигают самоудовлетворенности. Так заканчивается диалог Кришны и Арджуны в главе 15-й. Йога высшего существа Упанишады и Шримад Бхагавадгита, описывающие познание Брахмана и науку йоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok